Ну, давай, 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 и... Народ, всем привет! Сегодня предлагаю рассмотреть смартфон Vivo Y31, либо U31, смотря кому как удобно. И вы сейчас меня можете спросить, стоп, а где сам смартфон? А я вам сейчас, друзья, отвечу. Он у меня стоит на штативе и снимает начало этого ролика. В общем, друзья, сегодня предлагаю рассмотреть смартфон этот более подробно, расскажу, что он из себя представляет, как снимает фото, как снимает видео. В общем, поговорим обо всем по порядку. Ну, а вы, друзья, прямо сейчас можете поддержать меня лайком и подпиской на канал. Даю вам всего лишь 3 секунды, пока идет заставка. В общем, погнали к обзору. Если вдруг кому-то из вас интересно посмотреть распаковку этого смартфона, посмотреть, что идет у него в комплекте, то вы можете найти на моем канале был недавно обзор беспроводных спортивных наушников компании Vivo. Там как раз-таки я распаковал этот смартфон, чтобы не тратить время в сегодняшнем обзоре. Смартфон у нас выполнен достаточно качественно. Весь такой, знаете, прям стильный, брутальный. Я тут чехольчик пока что снял, чтобы вам показать. Чехол, кстати, идет в комплекте. Цвет, кстати, этого смартфона называется черный асфальт. И в отличие от реального асфальта, он весь прям такой, знаете, красиво переливается. Весь такой блестящий, глянцевый. И те, кто не знает, могут подумать, что это стекло. Но по факту это, конечно же, пластик, потому что смартфон считается среднебюджетным на рынке. Но, тем не менее, этот смартфон сделан очень качественно. Нет никаких люфтов, нет никаких скрипов. То есть, прям очень достойно. На верхней части смартфона у нас расположен лоток, где мы можем установить сим-карты и карту памяти. С правой стороны у нас расположена качелька регулировки громкости, кнопка блокировки экрана. И в ней же у нас встроен сканер отпечатка пальцев. В нижней части смартфона у нас расположен динамик, разъем Type-C и разъем стандартный джек под наушники 3,5 мм. На левой стороне смартфона у нас нет ровным счетом ничего. На задней части смартфона у нас расположен модуль с тремя камерами, тут же у нас расположена вспышка. Ну а сам экран занимает практически всю лицевую поверхность смартфона и диагональ его составляет 6,58 дюйма. Ну а в верхней части смартфона расположена фронтальная камера и динамик. Теперь давайте поговорим о технических параметрах. Значит, смартфон у нас управляется под операционной системой 11-го Андроида. И тут установлена фирменная оболочка Funtouch OS 11. Работает стабильно, быстро и это самое главное. Сердцем этого смартфона является 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 662. Встроенной памяти в этом смартфоне 128 гигабайт. Также есть возможность поставить карту памяти объемом до 1 терабайта. И это, друзья, наверное, тот редкий случай, когда никто не будет этого делать. Потому что стоимость такой карты памяти превышает стоимость самого телефона примерно в полтора раза. Что-то как-то дороговато получается, не правда ли? Думаю, обойдемся встроенной памяти. Ну а что, 128 гигабайт тоже, в принципе, неплохо. В целом смартфон работает достаточно быстро. Все дело не только в процессоре и фирменной оболочке, но и в оптимальном объеме оперативной памяти. Тут у нас 4 гигабайта. Также у этого смартфона имеются такие полезные функции, как быстрая зарядка, которая способна зарядить этот смартфон за 1 час примерно на 70%. И да, кстати, в комплекте у этого смартфона идет 18-ваттный блок питания. А в наше время это редкость. У смартфона имеется сканер отпечатка пальцев, который расположен, как по мне, так в самом удобном месте. В кнопке блокировки-разблокировки экрана. И работает реально очень быстро. Такое ощущение, что ты только приложил палец к кнопке, у тебя еще экран не загорелся, а смартфон при этом уже разблокировался. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мА. Хватает реально прям надолго. Я заряжаю этот смартфон примерно раз где-то в 2 дня. Также этот смартфон вполне неплохо подходит, в том числе и для игр. Понятно, что не с суперской графикой, но тем не менее. И давайте я вам сейчас как раз таки продемонстрирую, на что он способен. На этот смартфон, друзья, я поставил самые популярные игры для андроида. И как можете заметить, в целом играть реально можно, комфортно, без каких-либо проблем. Нет никаких лагов, нет никаких подвисаний. Все идет стабильно. И самое что интересное, графика, не сказать, что прям какая-то плохая. Она даже чуть выше среднего. То есть не скажу, что это самая топовая графика. Конечно, есть смартфоны, где процессор графический будет более мощный. Поэтому вся прорисовка, все текстуры будут еще лучше. Но здесь вполне неплохо. То есть играть реально можно. Тут, кстати, есть еще специальный режим, который называется Multiturbo 4.0. Что это такое? Это специальный режим, который дает приоритет играм, где требуется больше ресурсов процессора. То есть все, что происходит в фоне, эта функция убирает из приоритета. Тем самым убирая подвисание в играх. Что же вам еще такого интересного рассказать про этот смартфон? Конечно же, это камеры. Основная камера у нас на 48 мегапикселей. Используется искусственный интеллект для обработки фотографии. Ну, собственно, сами фотографии можете оценить сейчас у себя на экране. По мне, так получается вполне неплохо. Особенно как для телефона, который стоит, ну, где-то от 15 до 16 тысяч рублей. Есть также дополнительные линзы, которые предназначены для других условий съемки. Например, есть макро-режим для того, чтобы фотографировать что-то с близкого расстояния. Также у смартфона имеется режим портретной съемки. Что на сегодняшний день более востребовательно. И получается тоже вполне неплохо. Ну, а сейчас предлагаю оценить качество видеосъемки. Итак, народ, а сейчас вы можете оценить качество картинки, качество звука и уровень стабилизации. Я сейчас иду привычным, обычным шагом. И можете посмотреть, насколько плавно у вас идет картинка. Следующим плюсом в этом смартфоне будет хороший HoloFall View дисплей с диагональю 6,58 дюйма и с разрешением 2408 на 1080 точек и поддержкой цветовой палитры P3, чтобы вы могли максимально почувствовать все красивые цвета в играх и при просмотре фильмов. Как итог могу сказать следующее. Если вы попадаете под акцию компании Vivo, которая идет до 30 апреля, то данный смартфон вам войдется всего лишь в 14 990 рублей. Там приличная такая скидка получается, 2000 рублей. Поэтому как вариант можно точно смело рассматривать. По мне так это получился вполне хороший смартфон, который отвечает на сегодняшний день всем требованиям современного человека. Делать только акцент на камеру или сравнивать его со смартфонами за 100 тысяч рублей, это даже как-то нелогично. Но вы знаете, бывают такие люди, которым жалко тратить на смартфоны много денег. Им нужно просто, чтобы смартфон быстро, стабильно работал и делал весьма неплохие фотографии. И как можете заметить, с этим смартфон справляется вполне неплохо. Ну что, друзья, вот такой у меня сегодня был смартфон на обзоре. Как всегда, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился он вам или нет. Я с удовольствием почитаю. Ну а на сегодня это все. Как всегда, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упускать новых выпусков. Всем желаю удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok